Александр Прокофьев знаменитым родственником гордится. Прошедший всю войну герой Советского Союза Александр Емщиков приходился ему тесте. Чтобы попасть на фронт, 16-летний Саша приписал себе два года. Его охотно взяли. Юноша владел немецким языком. Соседями по дому у него были поволжские немцы. Потом были разведшкола и линия фронта. Задачей Емщикова было добывать языков. С войны он вернулся с осколком в голове, который спустя годы мирной жизни все же сыграл роковую роль и привел к гибели героя. Он здесь как раз свой боевой дух копил. У него на кровати были три богатыря, фотографии Невского, Нахимова. То есть все герои у него были на виду. То есть и книги о героях. То есть он воспитывался на нашем русском духе. На газоне возле дома, где жил Александра Емщиков, высадили 25 кустов тамарикса. Прилегающую территорию облагораживают ежегодно. В прошлом году здесь появились хвойники. Сажали кустарники и деревья в рамках всероссийской акции «Сад памяти» члены областного центра Юнкор и общественники при поддержке администрации Самары, которая предоставила технику и саженцы. В Самарской области продолжается всероссийская акция «Сад памяти», целью которой является высадка по всей стране 27 миллионов саженцев, деревьев и кустарников в честь погибших в Великой Отечественной войне. В рамках акции проводится благоустройство, озеленение монументов и памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Учителя говорят, для школьников это не просто дань традиции. Имя и биографии героя Советского Союза Александра Емщикова им хорошо известны. Ученики этого первого класса участвовали в акции о доблести, о подвиге, о славе в областном конкурсе и стали призерами. И об этой доске мы готовили информацию, доклад и составляли на основе этих данных выступления. 15 мая в рамках акции «Сад памяти» в Самаре в парке «Дружба» будут высажены 25 рябин. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.